Здравствуйте! Делаем очень простое, высокопротеиновое блюдо под названием сырники. Для этого понадобится творог, манка, мука, масло, чуть-чуть соли и, возможно, изюм. Изюм мы добавляем, если вы хотите, чтобы сырники были послаще и чтобы побольше углеводов у них было. Значит, берём творог в ёмкость и на каждую пачку ложку с горкой манки кладём. Чуть-чуть подсолили. А, ещё забыл яйцо. Сейчас я доставлю яйцо. Яйца достаточно одного. Всё это замешиваем. Творог с манкой. Чтобы получилась такая однородная масса. Биомасса. 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 Я советую или использовать ванильный сахар, или добавлять ванилин, потому что ваниль, она сама как бы нас немножко обманывает. За счёт запаха ванили продукт кажется сладче, чем он на самом деле есть. То есть, ну, это моё личное наблюдение. Мне кажется, что если мы берём, например, ложку ванильного сахара и ложку обычного сахара, то ванильный сахар всегда кажется слаще. То есть, берём или ванильный творог, или в обычный творог добавляем ванильный сахар, или обычный сахар. Изюм мы заливаем кипятком. И вот эту всю массу, тщательно перемешанную, с манкой. Накрываем крышечкой и ставим в холодильник на час, а лучше на два. Тогда манка за это время разбухнет, и сырники будут более пышными. Ну, вот у нас творожок с манкой немножко постоял. Хочу обратить внимание на одну деталь, про которую я забыл сказать. Что изюм мы залили кипятком и слили воду где-то минут через 15-20, чтобы он у нас не был как компот. То есть, изюм ставим, кипятком заливаем на 15-20 минут. Теперь всё это перемешаем. Чем больше изюмок, тем больше углевода. Вообще, я это блюдо воспринимаю больше как сладость. Но это сладость, в которой содержится где-то порядка 14-15 грамм белка на 100 грамм продукта. То есть, помимо того, что это сладко, вкусно, это ещё и полезно. Вот мы ставим сковородочку нашу. Ну и дальше всё совсем просто. Берём, скатываем вот такие небольшие говюлечки. Панируем в муке. И делаем лепёшечки где-то, ну, не толстые, небольшие, где-то, может быть, миллиметров 5-7 толщиной. И выкладываем. Потому что, если сделать толстые, то, во-первых, они не прожарятся. А во-вторых, при переворачивании сырник просто может сломаться пополам. А нам это точно не нужно. Так. Я советую начинать всегда от края. И последним выкладывать центральный сырник. Потому что там огонь сильнее всего. Ну и вот, видите, я 3 сделал слишком большие, может быть. И тогда остальные мы делаем чуть-чуть поменьше, чтобы влезло побольше. Но как-то у меня в этот раз я слишком большие сделал. Первые три. И у нас центр. Чтобы масло в центре не горело, я всё равно делаю такой мини-сырник. Думаю, что он достанется Юле. Вот. И делаем... Сейчас, секунду. Помогу руки. Делаем огонь послабже. Такой. Средний, чуть меньше среднего, чтобы не горело масло. И, конечно, включаем вытяжку, чтобы соседи завидовали. Ну вот у нас, я даже думаю, что немножко, может быть, передержал. А нет, самое то. Они получаются румяные. И вот мы перевернули и дожариваем. Ну и вот мы снимаем первую порцию. Добавляем чуть-чуть масла. И сразу закладываем вторую. Тоже самое. Небольшие лепёшечки. Сейчас я поменьше чуть-чуть стал. Добавляем. 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 Сырники, как и блины, являются коварным продуктом. Потому что вот сейчас у нас получится четыре, наверное, я думаю, что четыре полных сковороды сырников. Ну и казалось бы, их, как и блины, их ешь и не замечаешь. Гораздо больше, чем организму требуется. Потому что вкусно, со сметанкой, залетает только в путь. И вот у нас получилось на одной сковородке раз, два, три, четыре, пять, шесть, будем считать, сырников. Если четыре сковороды, то, соответственно, двадцать четыре сырника. Ну, примерно, как я сейчас вот прикидываю, сколько будет. Ну и казалось бы, там сел, десяточек заточил. А двадцать четыре сырника, это, между прочим, шесть пачек творога я только что положил. Двухсот граммовых. То есть, будьте, ребята, осторожны. Ну, вот у нас получилась такая тарелочка. Получается пять сырников, это где-то сорок грамм белка. То есть, очень неплохо для лакомства, для того, для сладкого продукта. Я, конечно, их буду кушать или до или после тренировки, или рано утром, потому что вечером это просто бомба. Калории и углеводы я вам не называю, потому что это зависит от вас, сколько вы сахара добавите, будете вы добавлять изюм или нет. То есть, это блюдо явно не для тех, кто там собирается сушиться, или не для людей, склонных к полноте. Очень вкусно пахнут, на самом деле. И, ну, те, кто худыши, они могут это лопать постоянно. Потому что самое главное, опять же, если нет риска обрасти жиром, белок здесь в нужном количестве. Приятного аппетита! Всего доброго!